Приветствую вас! С вами Вадим и сегодня мы рассмотрим, как вы уже поняли по названию, японский линейный корабль 9 уровня «Идзума». Большинство считают его неудачным и предлагают убрать из ветки японских линкоров. Вам стало интересно узнать про этот корабль? Тогда поехали! Начнем обзор с краткой исторической справки. «Идзума», названный сотрудниками Баргейминга, один из 24 известных проектов под рабочим шифром А140-J2, который был представлен для рассмотрения комиссии 31 июля 1935 года. В данном проекте планировалось построить корабль с нормальным водоизмещением в 54 тысячи тонн, способный перемещаться со скоростью в 29 узлов и нести 9 410 миллиметровых орудий, расположенный в носовой части корабля, по схеме, которую впервые опробовали британские конструкторы на своих линкорах типа «Нельсон». Данная схема позволяла сократить область бронирования и выполнить условия для постройки корабля водоизмещением в 35 тысяч тонн, которые были установлены для линкоров после Вашингтонской конференции. В случае с японским линкором данные ограничения не действовали и проектируемый линкор должен был получить броневой поезд толщиной до 380 миллиметров и броневую палубу с толщиной до 200 миллиметров, что в теории могло защитить корабль от 406 миллиметровых снарядов на дистанции от 18 до 27 километров. В итоге проект так и не был реализован. С краткой исторической справкой закончили и давайте рассмотрим линкор «Идзума» в игре «Мир кораблей». Идзума находится на девятом уровне в японской ветке линкоров и в топовом состоянии представляет собой грозную силу с почти 79 тысячами очками боеспособности и вооруженной 410 миллиметровыми орудиями главного калибра, которые стреляют на расстоянии почти 22 километра. Хотите узнать сильные и слабые стороны линкора Идзума? Переходим к обсуждению плюсов и минусов японского корабля. У данного корабля очень странная ситуация. Если у некоторых можно легко найти много отдельных как плюсов так и минусов, то в случае с Идзума есть несколько спорных моментов, о которых я обязательно позже расскажу. По традиции начнем с хорошего. Сразу признаюсь, плюсов немного, но они все-таки есть. Итак, основные плюсы линкора Идзума. Первое. Это сами 410 миллиметровые орудия главного калибра. Данное орудие лично мне нравится, так как имеет приличную точность с максимальным разбросом орудий в 240 метров. Второе. Это радиус циркуляции. У данного корабля он составляет 800 метров. У американского линкора Айова радиус циркуляции составляет 890 метров. Для сравнения перекладка у данных линкоров одинаковая и равна 22,2 секунды. На этом плюсы закончились и пришла очередь рассмотреть минусы данного корабля. Первое. Дальность полета снаряда меньше чем 22 км. При сравнении одноуровневый линкор Айова отправляет свои снаряды на расстояние в 23,3 км и естественно право первого выстрела остается за американцем. Второе. Маскировка. Сразу скажу, она практически отсутствует. Идзума светится от корабля с расстояния 19,3 км, а от самолета с расстояния 15,7 км. Привыкайте к тому, что первые залпы полетят в вашу сторону. Пришла очередь озвучить спорный момент. Их гораздо больше. И мы начнем. Первое. Это интересно, я бы даже назвал специфическое расположение башен с орудиями главного калибра. Все три башни находятся в носовой части корабля и расположены в виде пирамиды с возвышением второй башни. Такое расположение имеет свое преимущество, так как весь залп орудий происходит почти из одного места и все снаряды летят, если можно так выразиться, кучнее. Также данная схема расположения орудий позволяет вести стрельбу по целям, находящихся по носу или траверзе. Недостатком данной схемы расположения башен является невозможность стрельбы орудий главного калибра в случае отступления. Для того, чтобы произвести залп, придется идти некоторое время под углом по отношению к противнику. Второе. Это противовоздушная оборона. Да, именно она. Я прекрасно понимаю, что ПВО линкора «Идзума» в сравнении с «Айова», которые по умолчанию являются чуть ли не эталоном борьбы с вражеской авиацией, смотрятся очень бледно, но в сравнении с предыдущей «Мамаги» ПВО стало заметно сильнее, и это сразу чувствуется. То есть спорный момент заключается в том, что мы получаем увеличение значения противовоздушной обороны при сравнении с японской веткой и приличную разницу при сравнении с американским собратом по уровню. Третье. Самое важное. Это броневая защита. Те, кто давно играет в игру, помнят, что при выходе данного линкора в отображении бронирования в игровых характеристиках показывалось ошибочное значение в 152 мм, и это привело к тому, что большинство игроков считают данный корабль очень картонным. По словам разработчиков, бронирование составляет 305 мм в броневом поясе. Если присмотреться к борту корабля, то можно заметить броневой пояс, который начинается от средней башни и заканчивается сразу после башни вспомогательного калибра в кормовой части. Ради эксперимента я произвел обстрел данного линкора из различных 152 и 203-мм орудий. Могу сказать, что это только визуальная ошибка в модели «Идзума». В общем, подведем итог по бронированию японского корабля. По ощущениям, броня вроде даже и есть, и если сравнивать с другими линкорами, то очень похоже, как у «Северной Каролины», у которой как раз имеется броневой пояс в 305 мм. То есть данная броня может защитить от орудий других линкоров, только если корабль будет находиться под углом и желательно до 30 градусов. В противном случае, скорее всего, у нас ожидают частые пробития цитадели. На девятом уровне у нас имеется шесть ячеек. В первую я установил уже ставшую стандартной для всех линкоров и крейсеров орудия главного калибра модификация 1. Во второй ячейке установлена система управления огнем модификация 1, которая увеличивает точность орудий главного калибра. Если вам мешает нагибать вражеская авиация, я рекомендую установить ПВО модификация 2, который на 20% увеличивает дальность работы противовоздушной обороны. В третьей ячейке установлена ПВО модификация 3, которая добавляет 20% к эффективности противовоздушной обороны. Хотите увеличить дальность орудий? Не вопрос. Смело ставьте систему управления огнем модификация 1, которая на 16% увеличивает дальность стрельбы главного калибра. В четвертую ячейку я установил систему борьбы за живучесть модификация 1, которая на несколько процентов сокращает вероятность затопления или пожара. В пятой ячейке находится система борьбы за живучесть модификация 2, которая на 15% сокращает время устранения затопления или пожаров. В шестой ячейке система маскировки модификация 1, которая уменьшает на 10% заметность корабля. Напоминаю, для нашего линкора, который светится как новогодняя ёлка, это просто очень важная модернизация. Наступила очередь рассмотреть перки командира линкора Идзума. Это у меня пресс-аккаунт и командир полностью прокачан на все 19 очков и у него открыто 7 самых необходимых навыков. На первом уровне основная огневая подготовка и основа борьбы за живучесть. На втором уровне открыт навык повышенная готовность. На третьем восстановительные работы и радиоперехват. На четвертом усиленная огневая подготовка. И на пятом открыт навык противопожарной работы. Название данного навыка говорит само за себя. Теперь попробуем разобраться, как играть на данном корабле. Поскольку мы играем на линкоре, который имеет мощную артиллерию и все-таки приличное бронирование и большое количество очков боеспособности, то нашему кораблю просто необходимо продавливать какое-либо направление на карте. Для того, чтобы данное действие было успешным, стараемся соблюсти несколько условий, которые будут работать при игре на любом линкоре. Первое. Необходимо совместно перемещаться по карте с союзными кораблями. Желательно, чтобы это были линкоры и крейсера. Первые помогут своим главным калибром и мощным бронированием. Вторые прикроют своим заградительным огнем от авиации противника, отгонят юрких эсминцев или быстро добьют противника с малым количеством очков боеспособности. Только от совместных и главное правильных действий зависит успех в бою. Второе. В необходимые условия для успешной атаки противник должен быть только впереди вас. Не позволяйте противнику обходить вас с флангов и не оставляйте недобитые корабли позади вас. Заполните, вы линкор и чтобы вам сменить направление стрельбы пройдет немало времени. Третье. При движении в сторону противника, если впереди вражеские линкоры, советую стрелять только из первых двух башен и не поворачивать корпус для стрельбы орудия из третьей башни, так как это может привести к тому, что в ответ вражеские корабли нанесут вам много дамага. Если впереди только один линкор, то можно пойти на маленькую хитрость. Это подождать залпа противника и только после этого доворачивать корпус для стрельбы из всех орудий. Но имейте ввиду, что после выстрела противника у вас есть примерно 30 секунд, чтобы совершить такой маневр. После выстрелов необходимо повернуть корпус в первоначальное положение и уменьшить угол по отношению к противнику. Четвертое. Рекомендую заранее выбирать направление для совместного продавливания и желательно на открытой воде, чтобы избежать внезапных торпедных атак из-за укрытий от вражеских эсминцев. Также старайтесь не подставлять полностью борт вашего линкора, так как противник может воспользоваться вашим маневром и произвести удачный для него залп из своих орудий. Сделаем выводы про японский линкор 9 уровня Идзуму. Корабль получился вполне играбельным и если честно, то совсем не кактус, как его большинство игроков описывает. На мой взгляд получился корабль с интересным внешним видом, своеобразным я бы назвал японским расположением башен главного калибра. Тут передаем привет крейсеру Милока и немного своим уникальным геймплеем. В плюсах хорошая и точная артиллерия и приличная скорость 28 узлов. И в качестве минусов отсутствие маскировки и слабая для линкора броневая защита. На вопрос, оставлю ли я данный корабль после прокачки и открытия Ямато? Я отвечу честно – нет. На этом все. Гайд про японский линейный корабль предтопового 9 уровня под названием Идзума подошел к концу. Вам есть что добавить по данному кораблю? Смело пиши в комментариях ниже. Если вам понравилось это видео – ставьте лайк и если вы не подписаны на канал – смело подписывайтесь. Спасибо вам за просмотр. Также рекомендую подписаться в группу ВКонтакте, в которой я скоро разыграю несколько инвайтов для доступа в эту игру. Все подробности в описании под этим видео. Итак, до следующих встреч и Сайнара! Вражеский инкор уничтожен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова